Браслет с датчиком означает больным эпилепсией. Константин Николаев, магистр Института системной программной инженерии, как я уже сказал. Как же современные технологии могут помочь бороться с эпилепсией? У меня стандартный первый вопрос к Константину. Константин, вы готовы? Вы заряжены? Вполне себе. Я, правда, честно волнуюсь эпизодически, но нормально. Не волнуйтесь, у вас новогодняя гирлянда, это значит рождественское настроение практически. Вам сегодня поможет. Собственно, вам карты в руки, время на ваше выступление пошло. Благодарю. Надеюсь, меня слышно, видно. Всем хорошо. Доброго времени суток. С вашего позволения, хочу рассказать вам пару историй. Все персонажи в моих историях будут вымышлены, но, к сожалению, их проблемы вымышленными не будут. Итак, знакомьтесь. Это Лера и ее семья. Как-то раз, играя с детьми на улице, она ни с того ни с сего начала падать. Хорошо, что родители были рядом, успели ее поймать. Леру отвезли в клинику, ей поставили диагноз. Эпилепсия. Немножко о том, что такое эпилепсия. Эпилепсия – это одно из самых распространенных заболеваний нервной системы, которая из-за своих характерных особенностей на самом деле представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. Около 40 миллионов человек страдает эпилепсией, из которых 65% могут жить практически без приступов. Но это при том условии, что они находятся под присмотром врачей и получают надлежащее лечение. Вернемся к Лере. Лера находится в клинике. Врачи провели первичное исследование, нейтрализовали симптомы. Все хорошо. С ней за ней кровослушно наблюдают врачи, снимают все необходимые показания. Но родителям кажется, что опасность минувала. На самом деле приступ может повториться в любой момент. Именно поэтому врачи не хотят ее отпускать. У родителей встает вопрос. Либо ограничить комфорт своей дочери, либо пойти на риск. Ведь следующий приступ может случиться тогда, когда они спят или на работе. На месте Леры может оказаться любой взрослый, ребенок, пожилой человек. Каждый раз придется выбирать, риск или комфорт. Давайте представим на секундочку, что Лера оказалась дома. Продолжает жить своей нормальной жизнью, все у нее хорошо. Как оперативно среагировать на приступ? Узнать, что есть приступ или нет? Для этого сначала зададимся таким вопросом. А как, собственно, врачи узнают, что у больного приступ? Во-первых, они наблюдают за показаниями, полученные с электроэнцефалограммы, сокращенно ЭЭГ. По этим данным можно точно сказать, есть ли приступ, даже если моторное проявление еще не началось. Во-вторых, они непосредственно наблюдают за поведением пациента. Есть моторное проявление, по которым можно четко сказать, что у человека приступ. Даже без медицинского образования, скорее всего, я думаю, все примерно понимают, как ведет себя человек во время такого приступа по характерным движениям его конечностей. Действительно так, ясно, что ЭЭГ – это нужно, это важно, чтобы понимать, как протекает болезнь, как с ней бороться. Но если приступы случаются редко, и перед нами стоит задача всего лишь вовремя оказать помощь человеку во время приступа, то нам достаточно и одного из признаков. Иными словами, человек дергается – ясное дело, ему нужна помощь. А как заметить эти проявления автоматически, если нет возможности наблюдаться у врача круглосуточно? Для этого можно придумать какой-нибудь датчик или набор датчиков. Ну, например, вот у каждого, наверное, на руке есть примерный фитнес-браслет или умные часы. Замечательно. Ну, вот и заключается наша работа. Мы сделали это. Кто-то может сказать, что это картонная коробка с ремешком от часов. Ну, мы называем между собой это прототип. Этот прототип на самом деле является частью большой системы. Я сейчас расскажу вам о том, как работает система целиком. Шаг первый. Лера. Лера носит браслет, как обычные часы. Наша задача – получить информацию о ее движениях. Воспользуемся датчиками. А именно, давайте узнаем, какими датчиками. Это акклерометры и гироскопы, естественно. Они отслеживают направление движения руки. Например, когда Лера будет делать зарядку, там, плясать, танцевать, играть, все что угодно. Данные будут получены об этом. А во-вторых, датчик вибраций. Проще говоря, он показывает, трясет браслет или не трясет. Таким образом, данные есть. Мы можем получить, что дальше-то с ними делать. Давайте их куда-нибудь передадим. Передаем мы их куда? На смартфон, на ближайший. То есть смартфон, ледный, с помощью Bluetooth. Все хорошо. Дальше. Что мы делаем? Есть приложение. Наше приложение. Обрабатывает эти данные, сохраняет, анализирует. Основная задача анализа – понять, а что конкретно-то делается руками. Приступ это или нет. Сейчас на этот вопрос пытается ответить математика. А именно это алгебра и математическая статистика. Как это работает? Получаются какие-то наборы данных. Из них строится набор векторов. А по векторам считается среднее абсолютное отклонение. Если это значение близко к критическому значению, или, говоря проще, если векторы коротенькие, разнонаправленные такие, ну, скорее всего, это приступ. Стоит оговориться, что критическое значение, с которым идет сравнение, получено опытным путем, и заключение правильности его выбора было сделано со словами «Ну, вроде работает, вроде похоже, нормально, ладно». Пока так. Следующим шагом разработки будет переход к нейросетевой модели, именно к рекуррентным нейронным сетям. Как раз они хорошо себя показывают в обработке изменяющихся во времени данных. Но это лишь будет после того, как мы сможем собрать побольше данных, чтобы потом хорошо натренировать сеточку, чтобы было как можно меньше ошибочек. Вернемся к схеме. Если, так сказать, ядро нашей системы делает вывод о наличии приступа, приложение делает так вот «А-а-а, что-то происходит, обратите внимание, что вообще…» Вот. Отправляет сигнал на устройство тех, кто должен быть в курсе приступа. Ну, скорее всего, это будут или врачи, или близкие. Они получают информацию о местоположении браслета и могут или сами подойти, или вызвать туда скорую. Вам может показаться, что где-то вы такое уже видели, скорее всего, да, похожие устройства там. И почему же мы решили сделать свое? Ну, давайте разберемся. Начнем с Android Wear, Apple Watch. Как бы все именитое, все на смарт-часы, круто, хорошо, но только дорого. Это, ну, на самом деле существенный минус, может быть, для некоторых людей. Так что, ну, не вариант. Поехали дальше. Xiaomi, Huawei и все другие наши китайские братья-собратья, ну, уже подешевле, но тем не менее. Что не так? Тяжело работать с данными. То есть нет легального способа добраться до их данных, получать их со стороннего приложения. Плохо-плохо. Также не удается работать с программным обеспечением это устройство напрямую. Ну, тоже плохо. Ну, и наше устройство, конечно, тоже далеко от идеала на данный момент, потому что в таком виде его будет не так просто использовать в ежедневном, так сказать, режиме. Стоит отметить, что по всем медицинским вопросам нам помогает клиника Центр эпилепсии. Мы очень им благодарны, на самом деле, они любезно согласились нам помочь, так сказать, в боевом тестировании нашего аппарата. Поэтому, когда он будет готов, когда мы сделаем чуть посерьезнее корпус, то можно будет отдать им, они там уже его протестируют. Мы там пособираем данные и вводим уже на основе этих данных тренировать сеть, и все будет замечательно. Подытожим, к чему же мы все-таки стремимся. Три пункта. Во-первых, оперативно реагировать на пристав в клинике. Понятно. Во-вторых, уменьшить количество бессонных ночей родных и близких пациентов. Ну и, в-третьих, позволить пациентам жить своей нормальной жизнью и не беспокоиться о том, что они останутся без внимания. На этом у меня все. Большое спасибо тем, кто слышал, кто хотел слышать, кто не хотел. Всем спасибо. Константин, спасибо вам огромное за вот это все. Потому что, что же, неужели наши часы, которые мы уже можем носить на руке, не регистрируют все эти истории? Ну, ответили на него, скажите вот о чем. Подумали ли, как уже будет называться это устройство? Ну, у нас есть два названия. Есть ходовое название – на-на-на-на-ручь. Потому что на-на-на-на-на-ручь. Ну, это плохо так делать, но тем не менее. И есть название ПМУ ДЭП – персонально-мобильное устройство детектирования эпилептических приступов. Мне кажется, маркетологи оценят ваш на-на-на-на-на-на-ручь. Не то, что кажется, да. И все потенциальные клиенты. Ну, а мы перейдем к вопросам от наших зрителей сегодня. Первый вопрос от Кирилла. Как вы гарантируете устойчивость решений, выдаваемых нейронной сетью? Теория утверждает, что нет гарантии устойчивости. Нет гарантии. Это, да, это на самом деле проблема. Но мы будем... Ну, будут данные, будем следить, будем пробовать. Для себя сделали такой вывод, что мы лучше не дотренируем сеть. Пусть она лучше лишний раз сработает, когда не надо, чем она не сработает, когда надо. Так что, ну, в процессе уже работы с данными эти вопросы будем решать. Будем смотреть. Будем смотреть.